Бизнес, инвестиции, бюджет, прибыль. Программа «Экономика». Кировчане не заплатили вовремя имущественные налоги из 2 миллиардов 200 миллионов рублей, которые были начислены за 2021 год по налогам на имущество, землю и транспорт. К назначенной дате 1 декабря жители области заплатили только 1 миллиард 700 миллионов рублей. То есть еще полмиллиарда кировчане остались должны государству. В ФНС России по Кировской области напоминают, что за неуплату налогов срок начисляются пени из расчета суммы неуплаченного налога, умноженного на количество дней просрочки, и на 1,03 ставки рефинансирования Банка России. Сейчас эта ставка составляет 7,5%. При этом для взыскания суммы налоговая может обратиться в суд. Мобилизованные предприниматели из Кировской области получат кредитные каникулы. В регионе, как сообщают в областном правительстве, начинает работать новая мера поддержки. Для ее получения надо обратиться в центр «Мой бизнес» не позднее 31 декабря 2023 года и подать заявление. Срок льготного периода может быть продлен с момента окончания службы на 30 дней для ИП и самозанятых и на 90 дней для ООО. Помимо этого, отсрочка может быть продлена на период нахождения в больницах и госпиталях. Дату начала льготного периода заемщики могут установить сами, но она должна быть после 21 сентября. После окончания кредитных каникул платежи по займу возобновятся. Также предприниматель должен будет выплатить обязательства по процентам, которые начислялись во время льготного периода. Подробную информацию можно получить в центре «Мой бизнес» по телефону 410 410 добавочный 701. В эфире «Экономика». 10% кировчан отметят Новый год на работе. Об этом свидетельствуют данные исследования, которые провели специалисты сервиса «Суперджоп». Причем, как выяснилось, чаще всего на смены и дежурства в новогоднюю ночь соглашаются мужчины, чем женщины. 75% кировчан встретят Новый год дома. По 4% отметят наступление 2023-го в гостях и в поездках в другие города. 1% – в деревне или на даче. Еще 2% назвали другие варианты – за границей, на улице, в ресторане. Лучшие компании для встречи Нового года – 77% опрошенных считают родных и близких. В одиночестве проведут новогоднюю ночь 8% респондентов. 5% собираются праздновать Новый год с коллегами по работе. Мария Гожевникова, Новости экономики в Кирове.